Приветствую вас зрители моего канала. Пока заживает мой перелом, я решил снять видео о том, как я готовлю плов в казане на костре из баранины с говядиной для друзей и своей семьи. Казан уже установлен на огонь, на импровизированной подставке со старого холодильника. В будущем буду делать под него печь, так как в казане готовить очень нравится. В разогретый казан наливаю 400 грамм масла, нагревается оно очень быстро. Поливая стенки казана, разогретым днем маслом, закладываю в бараний внутренний жир. Курлюк, к сожалению, не достал. Жира примерно грамм 300-400. И вытапливаю до получения шкварок. Шкварки, кому нравится, можно скушать с луком и хлебом. Кому изначально в нагретый до большой температуры жир, закладываю кости с остатками на них мясо и слегка обжариваю. Огонь под казаном на максимуме, при обжарке нужна очень большая температура. После того, как кости слегка подрумянились, закладываю мясо, нарезанное средними кусками. Баранины 1,9 килограмма, задняя нога. Говядина антрикот на кости 700 грамм. Мясо обжаривалось при большой температуре примерно минут 20. После этого закладываю репчатый лук, заранее нарезанный полукольцами, примерно 900 грамм. Перемешав мясо с луком, обжариваю на большой температуре, примерно 15-20 минут. Не забывая иногда перемешивать, чтобы лук не подгорел. После того, как лук обжарился, добавляю негорячей воды, так, чтобы почти покрылось мясо. Сразу солю и добавляю свежемолотые специи, зира, немного черного перца и куркума. Туда же кладу острый перец и целые головки чеснока. И оставляем это тушиться примерно на 40-50 минут, зависит от мяса. Пахнет это все настолько вкусно, жаль, что камера не передает этого. Огонь горит по максимуму. Если сильно испарится жидкость, то можно, конечно же, доливать кипятка. Естественно, попробовал на соль. Зирвак должен быть немного пересолен. Когда зирвак у меня уже готов, перед закладкой моркови вынимаю острый перец и головки чеснока. Убирать нужно аккуратно. Если раздавить перец, то плов будет очень острым. Морковь у меня 2,5 килограмма. Нарезана крупной соломкой на терке для корейской морковки. Сначала высыпаю большую ее часть и равномерно разравниваю, но не перемешиваю. Сверху высыпаю размоченный в воде нут. Засыпаю нут оставшейся морковью и также равномерно разравниваю. Затем заливаю кипятком. Чтоб вода почти покрыла морковку. Накрыв алюминиевым тазиком, оставляю тушиться примерно на 15-20 минут. Когда морковка протомилась, закладываю рис. У меня длиннозерный, пропаренный. Заранее замочил в холодной воде. Риса 2 килограмма. Высыпаю рис. Равномерно распределяю его по поверхности морковки. Немного присыпаю солью. Добавляю оставшуюся часть специй и слегка перемешиваю по поверхности. Рис до самой готовности плова так и будет находиться сверху мяса и моркови. И сразу подливаю кипятка с чайника, чтобы рис был немного покрыт водой. Сколько добавлять воды, точно я не знаю. Всегда по-разному. Все зависит от риса. Я смотрю примерно по готовности. Проще еще несколько раз по чуть-чуть долить. Рис во время готовки через небольшие промежутки времени перемешиваю по поверхности, чтобы он готовился равномерно. Периодически шумовкой поддеваю по краям казана под самый низ, тем самым давая жидкости с жиром попасть под мясо, чтобы самый низ не подгорел. Огонь во время этого процесса минимальный, иначе от мяса останутся одни угольки. Ну вот, рис у меня готов, процентов на 80. Опять же, перемешав его на поверхности, собрал шумовкой его к центру казана, чтобы получилась горка. Закладываю головки чеснока, которые у меня томились в зирваке, и еще несколько свежих, и также несколько целых острых перчин. Все это накрываю алюминиевым тазиком и оставляю томиться примерно минут на 15-20 на минимальном жаре. Дров уже нет, от костра остались одни угли, и плов потихоньку булькает до готовности. Плов готов, убираю аккуратно, чтобы не порвать острые перчины. Раскапываю и убираю головки чеснока. И перец, и чеснок, потом съедается. Кто не любит, естественно, можно выкинуть. Так как большую тарелку мы забыли дома, плов выкладываю в перевернутую крышку казана. Вполне себе большая тарелка. Видно, как рис рассыпается. Лисинка от рисинки. Лис не слипся между собой. На дно высыпаю рис, а сверху кладу морковь с мясом и жиром, и рис пропитывается и становится еще вкуснее. Составили мне компанию в данном проекте два моих друга, Максим и Владимир. Жена помогала снимать на вторую камеру. Вся готовка и подготовка ингредиентов была на мне. Плов получился очень вкусным. Спасибо вам, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, поставьте пальчик вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, буду рад новым подписчикам. На этом буду заканчивать этот видеоматериал. Всего вам хорошего.